Многие мужчины мечтают о женщине, которая любила бы их бескорыстно и преданно. Немногим везет, но встречается немало исключений. Мы и спонсор нашей программы, косметическая компания Avon, хотим поделиться как раз такой историей. История любви гения и загадочной музы. Великому художнику Сальвадору Дали определенно повезло. В своей жене он обрел мать, любовницу и друга в одном лице. Неспроста его жена Елена взяла себе новое имя Гала, что означает в переводе праздник, торжество. Для него она была фейерверком и источником вдохновения. Знакомство Галы и Сальвадора произошло неожиданно. Эта встреча изменила их жизнь. Сальвадору было 25 лет. Он был невинен и читал труды Ницше. Жил он тогда в поселке Кадакис, который располагался недалеко от города Порт-Айгата. Художник пригласил в гости две семейные пары – Магрит и Элюар. Поэт и друг Поль Элюар познакомил Дали с девушкой, которая покорила его раз и навсегда. Знакомьтесь, это моя русская жена Гала. Я много рассказывал ей о ваших работах. Произнес Поль. Сальвадор, утратив дар речи, почувствовал невероятное притяжение. После встречи в Дали от нее художник не мог работать. Кисть не желала оставаться в руке. Все мысли Дали были лишь о жене его друга. Гала также не смогла остаться равнодушной и была покорена безумным гением. Вспыхнувшая любовь между ними разрушила привычные рамки жизни. Гала развелась с мужем и поселилась в Париже вместе с Дали. Страстные дни, которые проводили влюбленные, не помешали девушке создавать уют в семье и основательно заниматься бытом. Благодаря любимой Сальвадор избавился от житейских проблем и приступил к созданию всемирно известного стиля Дали. Сальвадору оставалось только любоваться своей галатеей и рисовать свои знаменитые картины, где непременно существует она. В начале 30-х годов Дали начал подписывать работы не только своим именем, но и именем Галы. И это справедливо, ведь она была тем источником, из которого он черпал свои силы. Сама же муза превратилась в агента и агрессивно отстаивала права любимого перед владельцами галереи и покупателями. И стоит заметить, весьма успешно. Сальвадор и Гала не знали нужды в финансах. Они прожигали жизнь в роскоши, позволяя себе подразнить публику странными выходками. Это провоцировало слухи, которые выводили из себя людей, имеющих иной склад характера. Так, Адали говорили, что он извращенец и болен шизофренией. И действительно, его длинные усы и выпученные глаза невольно наталкивали на мысль, что гениальность и сумасшествие идут рука об руку. Но эти слухи лишь забавляли влюбленных. У них был свой безумный, но прекрасный мир, полный любви, в котором вместе они прожили 53 года. Такие пылкие и острые чувства часто вдохновляют на создание чего-то по-настоящему стоящего. Именно страсть, любовь и притяжение вдохновили команду Avon на создание ароматов Avon Attraction Rush для нее и для него. Парфюм, который может стать отличным подарком и выбором для тех, кто хочет передать чувством новое звучание, ощутить эйфорию и страстное наслаждение друг другом.